Зима в этом году выдалась на славу. Большое количество снега и мороз дают химчанам возможность попробовать все виды зимних забав. Одна из излюбленных – катание на коньках. Благо, есть где. В этом году в округе работает 29 ледовых площадок. Химчанка Анастасия Серовова встала на коньки в пять лет. На катке в парке Толстого она проводит время каждый год. По ее мнению, в химках это самая лучшая площадка. В новогодние все, очень мне нравится такая обстановка. Хотя тут всегда очень красиво. Лед ровный, это очень хорошо, а то по-другому кататься неудобно. Но в парке Толстого тут всегда очень красиво. Атмосфера новогодняя держится очень долго, это очень приятно. А вот москвичка Настя Лисенко катается не так давно. Говорит, пока умеет ездить только вперед. Сейчас отрабатывает повороты. Мне нравится, что тут много народу, лед хороший. Обычно на катках не очень хороший лед. Ну, скажи, вот этот лед, он подходит, чтобы учиться? Да. В парке Толстого созданы все условия, как для начинающих, так и для опытных фигуристов. Лед здесь чистят два раза в день, перезаливают по мере необходимости. Здесь работают два катка. Один использует опытные фигуристы, а второй больше подходит для тех, кто встал на коньки совсем недавно и чувствует себя на них еще не очень уверенно. Вход на катки парка Толстого бесплатный. Те, у кого нет коньков, могут взять их на прокат. Обойдется это недорого. 200 рублей час катания для взрослых и 150 для детей. Правда, время работы проката ограничено. По будням он работает с двух дня до восьми вечера, по выходным с 11 утра и тоже до восьми. Поэтому иметь свои коньки все-таки выгоднее. Их обладатели могут кататься здесь хоть круглые сутки. Многие приходят сюда и ночью. Катки в парке Толстого одни из самых популярных площадок. Но много их и в других микрорайонах. В Старых и Новых Химках работает 17 ледовых площадок. На левом берегу три, еще две в Подресково, шесть на Сходне и одна в Ферсановке. У нас есть площадки и для массового катания, и для маленьких детей. Небольшие площадочки рядом с хоккейными коробками. У нас задействованы все микрорайоны. Сейчас поступают у нас просьбы от жителей залить еще несколько площадок. Мы рассматриваем на условии технической возможности заливки этих площадок. Два катка в микрорайоне Левобережный располагаются рядом друг с другом, недалеко от гимназии номер 16. Такое соседство, отмечают жители, ничуть не мешает. Хоккейная площадка – чисто мужская территория. Ребята сами делятся на команды, определяют очередность и ухаживают за льдом. Мы каждый день играем, здесь по вечерам собираются ребята. Мы играем в хоккей. Кто любит хоккей, то приходит, занимается. А небольшой каток поблизости могут использовать все желающие. Он редко пустует, здесь всегда многолюдно. Мальчишки играют в хоккей чаще всего, девочки играют в салки, в догонялки. Такие площадки называют дворовыми. Проката здесь нет. Но, пожалуй, это единственное отличие от катков в парке Толстого. Во всем остальном площадки в отдаленных микрорайонах ничем не уступают центральным. Самое главное, и там, и там, отмечают химчане, хорошая атмосфера. Сабина Салимова, Михаил Чураков, Служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok